Здравствуйте! В эфире телеканала Арест Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. 11 июля в здании бывшего ОПК состоялось заседание политического совета. В повестке заседания значились три вопроса. Что за вопросы и какие решения по ним приняты, выяснял наш корреспондент. В июне этого года президент Владимир Путин объявил выборы в Государственную Думу, которые состоятся 18 сентября. Все политические партии активно разворачивают деятельность по участию в выборной кампании. Партия «Единая Россия» начала эту работу уже давно. 22 мая по всей стране проведено предварительное голосование по выбору кандидатов в депутаты Государственной Думы. В нашей республике, как и в других регионах, сформирован список кандидатов по одномодатным округам и партийному списку. Все кандидатуры утверждены и выдвинуты в качестве кандидатов. Округ, в который входит наш город, Салаватский, представляет кандидат Зарев Байгускаров. В нашем городе 18 сентября также пройдут выборы в Горсовет. Официально об этом было объявлено 28 июня. В связи с этим было организовано заседание Политсовета. Вел заседание Политсовета секретарь Кумертаусского отделения партии «Единая Россия» Борис Беляев. На повестке стояло три вопроса. На заседании Политсовета присутствовали 11 человек. Уполномоченным представителем местного отделения избрана Елена Решетникова. Были утверждены списки кандидатов по единым и одномодатным избирательным округам. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания АЭС. Юный спецназовец – это выездной лагерь, где кумертауские подростки постигают премудрости военного ремесла. Стреляют, практикуются в рукопашном бою, совершают марш-броски. Юных спецназовцев уже вывозили на речной сплав, базировали в палаточном лагере. Или, как в этом году, собрали в детском загородном центре «Ласточкино гнездо». Организует такую форму занятости военно-патриотический клуб «Гефест». Бегаем, проводим учения, боевые стрельбы, разведгруппы, засады проводим. Каждое утро бегаем на пробежки, чтобы днем себя чувствовать бодрым, сильным, не уставать, ничего не от кого-либо. Дим, скажи, зачем ты вот сюда приехал? Попробовать свои силы, посмотреть, на что я способен. Желающих проверить свои силы в лагере юный спецназовец набралось на целый взвод. 30 бойцов, как юношей, так и девочек, опробовали на себе армейский распорядок, на практике укрепили военные дисциплины. Многие из них воспитанники школьных военно-патриотических клубов. В этом году юные спецназовцы базируются в детском оздоровительном центре «Ласточкино гнездо». Никто не плачет, не стонет, и ничего подобного такого даже и не было. Здесь условия, в общем-то, неплохие. У нас есть летний душ, баня есть. Мы где-то через день, через два ходим в баню, потому что у них физическая нагрузка довольно-таки приличная. Армейский распорядок – это не просто слова. Всё действительно, как в вооружённых силах. Подъём, зарядка, завтрак, занятия до обеда, отдых и снова занятия. Наш девиз! Всегда готов служить для вас родной и доблестью спецназ! Юные спецназовцы, кто только учится, а кто уже и совершенствует строевые приёмы, умение обращаться с оружием, навыки маскировки, рукопашного боя и другие. Основой, безусловно, служат дисциплина и физическая подготовка. И девушки здесь далеко не на последних местах. Я тоже в кадетском классе учусь, и Дмитрий Владимирович тоже решил взять и девочек в этом году. Попробовать, посмотреть, способны ли мы наравне с мальчиками работать так же. Пацанам уступаешь в чём-то, нет? Ну, конечно, в силе. Наверное, всё же, получше некоторых стреляю. Визит съёмочной группы совпал с родительским днём. В его рамках своим талантом на сцене блеснул практически каждый ребёнок. Дети и персонал пели и танцевали коллективно и индивидуально. Не обошлось и без показательных выступлений юных спецназовцев. Бойцы инсценировали ликвидацию террористов, продемонстрировали строевые приёмы с оружием и без. За время смены юные спецназовцы освоили навыки выживания, совершали марш-броски и ночные стрельбы, постигали основы сапёрного дела и другие армейские премудрости. За это время они стали неотъемлемой частью жизни и самого центра «Ласточкино гнездо». В свободное от занятий время спецназовцы вместе со всеми купались, загорали, пели песни, танцевали на дискотеке. Для них пришло время, что называется, демобилизоваться. Отдых же в «Ласточкином гнезде» продолжается, и по-прежнему основной упор сделан на безопасность детей. У нас обязательно проводятся инструктажи по безопасности поведения на общих мероприятиях, безопасность поведения на воде, ну и пожарная безопасность обязательно. Дети без присмотра у нас не остаются. У нас на каждом отряде работают на младших отрядах три педагога, на старших отрядах два педагога. Ярослав Кондратьев, Владимир Антошкин, телекомпания «Арис». Сахарный диабет на данном этапе развития медицины невозможно вылечить. Однако при правильном питании и соответствующем образе жизни есть шанс избежать дальнейшего развития болезни. Диабет первого типа требует регулярных инъекций инсулина. Ребенку же это доставляет особенные неудобства. Приходится не только постоянно контролировать время, но и прерывать игры или иные занятия, чтобы сделать очередной укол. Решением может стать специальный прибор, который делает инъекции автоматически. Обладателем такового недавно стала одна кумертауская девочка. Сахарный диабет – заболевание, при котором хронически происходит повышение уровня сахара в крови. У детей он протекает по-разному и без правильного лечения может прогрессировать в более тяжелую стадию. Шесть лет назад Катя Ковалева переболела бронхитом, а после появились признаки другой болезни. Потом начала она худеть и плохо себя чувствовать. И вот через неделю вызвали скорую, и нас на скорой сюда сначала. Врач посмотрел, говорит, так воспалений нет, давайте на сахар. Сахар померили, и у нас сразу в Уфу. А там уже подтвердили, что это у нас есть, это у нас будет, и с этим надо жить. И к уколу привыкали долго, она боялась, я боялась. Катя, давай помогай мне, мне тоже страшно, потому что это в животик, это в ручку колоть, это в попу, это места менять. Ребенку опять раз в день колоть, иголку показывать, это для нее тоже был стресс. Ей тяжело сахар постоянно мерить, перед тем, как кукула делает сахар, мерить, получается пальчики всегда исколоты. Инъекции инсулина приходилось делать по пять раз в день и до семи раз измерять уровень сахара в крови, а также соблюдать строгую диету. Кроме того, Катя вела активный образ жизни и любила играть и бегать с друзьями на детской площадке. Это все способствовало тому, что показатели сахара повышались, а ее состояние ухудшалось в самые неожиданные моменты. Эндокринолог советовала родителям девочки установить инсулиновую помпу, которая практически сможет заменить поджелудочную железу. Пройдя очередное плановое обследование в республиканской больнице, родители подали документы и заявку в благотворительную акцию «Русфонд». За месяц собрали деньги. Очень люди понимающие относятся. И всем спасибо большое, что есть люди. Я тоже там часто участвую, отправляю детям. Почти в это же время стало известно об акции в Эфимской клинике БГМУ, по условиям которой детям больным сахарным диабетом бесплатно предоставлялись инсулиновые помпы. Процесс оформления заявок и подтверждения прошел быстро. В конце мая Катю пригласили для установки устройства. В клинике провели подробный инструктаж и оказалось, что помпа достаточно проста в эксплуатации. А буквально через несколько дней пришла посылка из Русфонда. Семья Куликовых решили отправить второе устройство другой нуждающейся в нем девочке, с которой Катя лежала в Эфимской больнице. На днях, два дня назад, два дня назад, вчера это было, отправили помпу с такси в больницу республиканскую на установку другому ребенку под эту помпу. Потому что не только я нуждаюсь в помощи. Катя признается, что до установки помпы делать уколы было очень больно. Кроме того, что обычные инъекции делаются в разные части тела, руки, живот и другие, на их местах появляются непроходящие гематомы. Я все время надоевала делать уколы. Или когда вечером, перед сном, когда я вошел спать, я все время думала, я хочу побыстрее исправиться от болезни. Сейчас, благодаря благотворительным акциям и большой поддержке Росфонда, жизнь Кати изменилась кардинально. С помощью помпы она сама может контролировать свой уровень сахара в крови. Больше не нужно со страхом ждать каждого укола. Теперь подача инсулина происходит автоматически в малых дозах каждый час. Устройство продумано таким образом, чтобы не мешать ребенку в течение ночи и дня. Помпа не сковывает движения и не причиняет никакого дискомфорта. В садике как-то было спокойнее, она еще маленькая была. В первом классе вот она всего боялась, почему-то у нее страх какой-то возник. То, что ей может плохо быть, может быть то, все. Вот за это время, за 2-3 месяца и настроение, перепады, когда сахар повышается, инсулин добавляешь, сахар понижается и начинается перемена настроения. То она смеется, то она плачет, то она психует. Сейчас стабильно стала, ей спокойнее стало и мне спокойнее. Кате исполнилось 8 лет. Она с удовольствием и без усилий катается во дворе дома на велосипеде и может позволить себе обычные физические нагрузки, необходимые в этом возрасте здоровому ребенку. По ее словам, чувствует она себя гораздо лучше, чем раньше. Ничего не мешает ей играть на улице и полноценно проводить время с родными и близкими. Я не чувствовала помпы, не чувствовала никакой боли, то, что она мне не мешалась. Я ее не задевала. Мне было легче, намного легче. Синяки, все шрамы, все начали исчезать. Потом мне намного легче стало. Помочь другим детям, нуждающимся в лечении, просто. Достаточно зайти на интернет-страницу благотворительной организации РУСФОНД «Башкортостан» и выбрать любой из способов пожертвования. Я хочу, чтобы они выздоровели, чтобы они не болели, чтобы у них все всегда было хорошо. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.